Ну а это еще одна попытка убежать у Бериши. Бериша! Я тут против него. И Бериша подает в этот раз. Еще удар головы и гол! На этот раз забивает Ахмат. И сделал это Швец. Антон Швец. И Бернард Бериша свой фланг порой просто разрывает. Политиком. Здорово играет вперед. Туда Имаев пошел. Имаев вырывается на оперативный прострол. Забивать надо. 1-0. Амкал выходит вперед. Были звоночки. И еще какие звоночки были для обороны Коломны. И Амкал после этого быстро мяч разыгрывает. Хорошая передача на Костюкова. 4-0. 5-0. 5-0. Хэт-трик Степана Костюкова. Сейчас пока Тюмени в этом смысле смотрится интереснее. Опаснейший удар и добивание 2-0. И более положение в нигре скорее всего нет. Никакой системы в ААА не существует. В ААА на первой лиге арбитр указывает на центр. Артем Барапаев принимает поздравление. 2-0. Пользуя Тюмени. Подача штрафную площадь. Пока без акцентированного удара. Прострельная передача. Это был Денис Кутин. Пяткой забила Кутин. Молодцом. И не потому что Пижон, а просто потому что других вариантов не оставалось. Только так можно было нанести удар поворотом, не потеряв времени. Гол. Очень четко Станислав реализует этот пенальти. Вот так. 0-1. 32-я минута матча. Станислав, Кожедук, показывает, видимо, некую букву. Несильная передача. А вот здесь вот передача на выход Саламатина. Саламатин. Гол. Саламатин забивает мяч. Если не было положения вне игры, то на 11-й минуте Астрахань выходит вперед. И с мячом у нас Левшиков. Передача Саламатина. Буквально за 3 минуты, друзья, за 3 минуты, 11-е и 14-е, Павел Саламатин оформляет дубль. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уфу удалось обыграть прежде всего благодаря реализации большинства. У нас первая опасная атака от нижнекамцев. Просрел, касание, удары. 1-0 на третьей минуте открывает счет Султан Джамилов. Я обращаю ваше внимание, уважаемая публика. Насколько же подобные комбинации, которые приводят к голам не психильмиков в текущем сезоне, смотрится просто. Сферман, фил рамта дырехтком, Бакайо, кода, гаат Лопес, нюнату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, угловой, угловой это оружие для отвечения, и Стоп Анисима пьет поворотом, и счет набивает, 2-2! Тверь счет взравнивает внезапно, резким ударом игрок Твери прошивает Улислава Русанова, очень яжидное развитие событий, 2-0 вели Рыбинчане, и тут же получили два гола, забивает между тем 19-й номер, это Вячеслав Фролов. Красиво действует сейчас Домофей Антонов, что за красота! Разрезная передача притормаживает сейчас Кузьминов, влево пас, удар поворотом! Домофей Антонов, все вопросы о легитимности, да, этой победы и заслуженности Космосом снимаются с ударом Гуйко! Очень-очень спокойный Юшин, он может быть сейчас, перевернет ход этого матча! Прекрасный удар слева и под перекладину, это что-то из Андрея Шайбина, помните, в первых матчах в АПЛ? Ворота Сандерленда, конечно, что-то такое положил Андрей, но вот сейчас Александр Юшин. Игра, казалось бы, замерла, она, казалось бы, уже успокоилась, но Юшин, ну не зря человек в российской премьер-лиге играл. Ладно, вот здесь может быть удар, забрать дело, но просился, по-саму деле, Юшин, Юшин против всех, Юшин, удар какой? Это гол! Это гол не может быть! Дубль! Дубль Александра Юшина из ниоткуда родина возвращается в этом матче, бог ты мой! Владимир Газаев, он, мне кажется, даже такого и ничего не говорил в перерыве, Сапшотник! Одна из последних атак Спартака, 4 в 4. И тут футболисты Корольков, почему не сделал передачу налево, не очень понятно, но гол все-таки второй есть. Есть второй гол, забивает его все-таки Илья Рубцов, и я только-только открыл его статистику для того, чтобы посмотреть, а не забивал ли он. За Спартак. В плане количества ударов и ударов в створ ворот, нефтехимик лидирует с большим запасом, а сейчас он еще и лидирует в матче. 1-0 забивает Нижнекамский нефтехимик. Я даже, если честно, не очень понял, там то ли Султан Джамилов заковырял, то ли все-таки это гол Чей, получается, Константин Ашельцова, что ли? И снова шанс для удара ищет, подача, удар, 1-0, 1-0, 54-я минута, они сделали это. Артем Абрамов, вот это КамАЗ выехал буквально из раздевалки на второй тайм. Как будто на Париж-Дакар отправились. И вот момент! И мяч попадает в сетку. Софьян показывает на центр, Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой, а Ростовчан и размочил счет. Вечер становится еще более интересным. Франк Артиго оживился. Вот только что говорили про зенитовское прошлое и настоящее Зелимхана Бакаева и Даниила Адоевского. И вот так эта история отношений продолжается. Редактор субтитров А.Семкин